Мне недавно такую историю рассказали. Один вполне себе солидный мужчина, директор компании, купил чай для похудения. Чай с обнадеживающим названием «парящая ласточка». Чай в пакетиках, к нему прилагалась инструкция. Ну, мы же россияне, обычно читаем инструкцию уже после того, когда что-то случилось. Так и мужик подумал, ну что, я совсем идиот. Я не смогу без инструкции пакетик заварить. Поэтому инструкцию читать не стал. А зря. А в инструкции было написано один пакетик на литр воды. Этот себе по-барски пакетик в чашечке заварил, насладился терпким ароматом парящей ласточкой. Через 15 минут Мужик понял. Пора на взлет. Еще через минуту Работники офиса воочию увидели, что значит ласточка с весною в сене к нам. Директор впарил по коридорам офиса, сложив руки за спиной и мечтал только об одном. Успеть бы до гнезда. Успел, вернулся в кабинет, чертыхаясь, плюхнулся в кресло и тут вспомнил, а ведь возвращаться плохая примета. Опять воспарил. Тут его ждал удар. Гнездо занято. Ближайшее гнездо на третьем этаже. Сделал два круга. Чудом успел. Вернулся в кабинет. Секретарша заботливо спрашивает, вам еще чайку? Он говорит, Оля, убери эту ласточку, которая в сене к нам, так, чтобы она из этих сеней не вылетала. Прошло полгода, про ласточку все забыли. У директора в кабинете совещания сидят начальники. Третий час не могут решить вопрос. Директор вызывает секретаршу. Оля, чайку нам организуй. На пыльной полке Оля натыкается на ласточку. Инструкцию она тоже не читала. От всей души каждому гостю по пакетику заварила и торжественно разнесла. И тут... И тут директор подписал приговор себе и всем присутствующим. Он сказал, значит так, пока вопрос не решим, никто не выходит. А чтоб соблазна не было, Оля, запри дверь снаружи. Присутствующие насладились терпким ароматом. Через 15 минут птенцы встрепенулись. Кто-то ослабляя галстук нервно сказал, надо же, какая тема волнительная. Можно я встану? Директор говорит, да я сам усидеть не могу. Еще через минуту мужики начинают колотить в дверь. Тут их ждал новый удар. Секретарши на месте нет. Она себе тоже чайку заварила. На следующий день офис закрылся на ремонт. АПЛОДИСМЕНТЫ